Здравствуйте, дорогие петербуржцы! Театр поэтов опять у вас в телевизорах. Новый год, конечно, уже прошел, уже давно. 2013 наступил. С Новым годом вас! Да, вот мой гость поздравляет с Новым годом. Всем благо, здоровья! А его не показывают, потому что он великий человек. Сейчас мы его покажем. Это Борис Борисович Филиппов, художник. Здравствуйте, Борис! Здравствуйте! С Новым годом, а всех благ! Да. И сегодня... И везение! Да, да, да. Сегодня мы вот с Борисом, как два таких творца Петербурга, подводим такие итоги, имеется в виду, что в нашей жизни происходило в прошлом году, в 2012. И эти итоги, на самом деле, очень переплетены. Потому что вот то, что происходило в твоей жизни, имеется в виду и в моей, мы совместились, и у нас получилось такое вот мощное какое-то сотрудничество. А в чем оно было? Мы сейчас откроем тайну. Но пока я бы хотел все-таки, чтобы Борис Борисович Филиппов стишочек нам прочитал. Один. Можно. А можно не свое. Пожалуйста. Только скажи, кто. А вы догадайтесь. Давай. Ревет ли зверь в лесу глухом? Поет ли дева за холмом? На всякий звук свой отклик в воздухе глухом родишь ты вдруг. Ты молвишь грохоту громов, и глаз у бури и валов, и крику сельских пастухов. Таков и ты, поэт. Замечательно. Ну, я думаю, что... Угадайте. Все поняли, о чем речь. Вот. И кто это? И кто называется Эхо. Это одно из средних, раннесредних теклаторей Александра Сергеевича Пушкина. Да. Ну, это о нас, поэтах. Поскольку мы... И поскольку мы все-таки еще и поэты, а у Бориса Филиппова есть еще поэтическая ткань собственная, мы так называем ее. Да, поэтическая ткань совершенно верно. То вот в 2013 году, просто вот 9 ноября, в день рождения Велимира Хлебникова, состоялось торжественное вручение премии «Послушайте имени Велимира Хлебникова». И вот главный приз тому, кому вручали все это, вот в принципе, отчасти создан и руками Бориса Борисовича Филиппова. А что это как, мы сейчас расскажем. Пожалуйста, покажите нам, пожалуйста, первый блок наших фотографий на экран. Вот в данном случае мы находимся в гостином дворе, в театрально-выставочном комплексе гостиного двора, и у Бориса Борисовича там была выставка. Можно не торопить? Не торопите, пожалуйста. Вот. И выставка картин, которая называлась «Рим и Петербург». Она как раз происходила месяц назад, за месяц до вручения. Вы очень спешите нам с фотографиями. Можно нам обратно еще? Вот обратно верните, пожалуйста, фотку. Вот. Спасибо. И вот эта выставка, она в преддверии вручения. А для нашего вручения, имеется в виду для нашего призера, Борис Филиппов нарисовал огромную работу. Но сейчас мы будем по порядку. Вот это Боря, ты с Марией Агаповой, да, я так понимаю? Да, да, да. Вот. Пожалуйста, можно дальше. Это мы свои выставки. Можно дальше. Вот. Вот моя Машенька повернулась. И вы члены жюри нашей премии. Также, вот так же, как у нас были и Олег Гаркуша, Александр Абраунович Друзь. А вот это Соло Монова. Это известная сетевая поэтесса, поэт. Она тоже член жюри нашей премии. И видишь, на фоне твоих картин такая прекрасная женщина. Да. Вот это Соло у нас там выступала на нашей премии. Вот. И я вместе с ней... Это уже премия идет. Да, да, да. Сейчас вот мы... Вот это я с Соло Моновой устроил некий перформанс. Вот это тот самый красный рупор там, который... Можно дальше. Пожалуйста. Вот мы перформанс этот сотворяем. Друг перед другом на коленях стоим. Боря, хорошая. Да. Хорошая. Ну, Соло Монова, она великая. Поэтесса. Я бы так назвал. Вот мы тут... Кто-то спросил, кто отравил Антипенко. Понятно. Хорошо. Ну, вот Соло. Очень-очень спасибо, Соло, что ты приехала к нам из Москвы. А вот это наши, собственно, лауреаты, молодые ребята, которые заявились. До 30 лет наша премия, послушайте. Вот. И, собственно, эту премию мы и вручали. Вот на вручении у нас звучал, так сказать, дуэт. Это был Василий Шишкин, вот на заднем плане стоит. И Михаил Чернов, дядя Миша, экс-сексофонист группы ДДТ. Они тоже члены жюри. Вот дядя Миша говорит какие-то слова. А еще Василий Шишкин, вот про которого я говорил, это был он еще и композитор. А вот Александр Абрамович Друсь объявляет гуру лауреата Людмилу Александрову. Вот я там тоже присоседился, стою. Ну, я ввел эту акцию. Вот Люда Александрова счастливая. Гуру лауреат – это за заслуги в деятельности театра поэтов. Послушайте, без возрастных ограничений. И вот Алексей Германович Лушников вручает картину, свою картину вручает Людмиле. А картина у Алексея Лушникова называется «Простота и одиночество. Холлсмасса. Город Сан-Жет-де-Люс. Франция в 2011 году нарисована». Это его картина? Да, «Простота и одиночество». Вот такая картина. Я не видел ничего. Алексей Германович, спасибо огромное, что вы нам ее подарили. Ой, кто это? Это Борис Борисович Филиппов, художник Петербурга, объявляет... Воспоминания будоражат после Нового года. Знает, лауреата нашей премии. Им оказался Семен Исаев. За него проголосовало почти 5000 человек из 21 тысячи. За других тоже голосовали, но Семен Исаев победил. Я презентую свою картину, по-моему. Да, и Борис Борисович еще подарил картину. Как называется? Она называется «Стрелка Васильевского острова». Стрелка Васильевского острова. Ее немножко не видно. А сейчас ее покажут. Стрелка Васильевского острова. Вот Семен такой, видишь. Во! Вот она. Да, да, да. Вот Стрелка Васильевского зимой. Вот как раз. Это картина вторая. А первая, она еще впереди, их самое главное. Но это тоже замечательно. Она, кстати, эта картина, вот Семену Исаеву, как почет лауреата Олега Горкуша, вот, объявляет. Кстати, твоя картина в доме Фишера, в Новополоцке сейчас расходится. Так, это у нас Олег Горкуша объявляет почет лауреата Андрея Орловского. Такой отчет. Да, 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 сейчас. Отчет. Михаил Безликий, почет лауреат. Олег Горкуш его тоже торжественно объявил. Вот Надия Доричук, группа «Теория», тоже почет лауреат нашей премии. Интересно. Да, да, да. Воспоминания буду. А это Алексей Нивов, вот тот самый Ларин, капитан Ларин, Арс-Пегасу, Арсению Молчанову. Уже эго-лауреат нашей премии был Арсений, стал Арсений Молчанов. Арс-Пегас поэт. Кто у нас там дальше? А вот Алексей Германович Лушников из ящика, из черного ящика достает диплом. Что же он там прочитает? Он будет объявлять драма лауреата. И драма лауреатом стала у нас Саша Бест, поэт сетевой. Тоже очень классная, замечательная лирика у нее. Но все поэты интересные были. А вот собственный победитель нашей премии, Стефания Данилова. Тот человек, за которого проголосовало 60 человек жюри, 63. И из этих 63 человек больше всего голосов досталось именно Стефании Даниловой. Вот она, триумф, лауреат нашей премии. И писатель Илья Стогов, соответственно, вы его видели. А вот это тот самый приз, который и вручили. Вот на заднем плане твоя большая работа. Видишь, Боря? Да, да, да. А еще у нас художники. Можно придержите, пожалуйста, сейчас художников? Я хочу объявить всех художников, кто, так сказать, причастен. Всех художников нужно обязательно сказать. Боря, можешь пока рассказать, как ты что-то там делал. Вот. Значит, вот смотрите, господа. Вот призовой фонд премии, картинная галерея, вот художники свои предоставили. Александра Невская, Анастасия Нильская, Боб Кашелохов, Борис Филиппов, Владимир Горохов, Владислав Прилепский, Евгений Антипов, Илья Жигунов, Инна Зюзина, Лена Данилова, Ника Сафронов, между прочим, господа. Олег Прегнер, Алексей Лушников. Вот такая у нас замечательная получилась картинная галерея, которая была подарена Триумф лауреату Стефании Данилову. Идея хорошая, конечно. Ну и как вы видите, самая вот такая вот основная скрепляющая все-таки работа, это работа Бориса Филиппова. Как она называется, Борис? Сначала была, ну вообще история этой работы интересная. Придержите, пожалуйста, сейчас. Придержите, пожалуйста, обратите внимание. Там вот на дальнем плане это такой ракурс не очень удобный. Она вертикальная, вот на том формате она более ясная. Боря, как называется эта картина? Без участия. Без участия. А внутри написана душа поэта. Но душа поэта показалась мне несколько банально. Все-таки она без участия. И у меня поэтическая ткань по поводу этой картины есть. Но мы ее оставим потом. И, кстати, вот кусочек картины Никаса Сафронова там выглядывает. Да-да-да. Это тоже знаково. Какого размера она у тебя там? Там два мужчины ее держат. Двое мужчин. Да-да-да. Метр девяносто. Вот внутренний голос подразумевается. А вот это я стихи читаю по поводу этой картины. Да-да. Вот. Хорошо. Она родилась довольно просто, но потом... А вот это Стефания Данилова, победитель наш, у которого триумф лауреат. Хорошо. Ну, собственно... Ну, я доволен результатом таким. Нет, Боря, тебе вот поклон еще... Да, спасибо огромное еще раз. Пожалуйста, пожалуйста. И поклон просто низкий к тебе за то, что ты нарисовал эту картину. Ты ее месяц рисовал, делал. Да-да. Вот. Она достаточно у меня отняла времени. Вот так скажем. Я думаю. Достаточно времени. У тебя же есть большие работы творческие вообще. Большие творческие работы, да-да-да. Вот. Мы их увидим. Но вот это специально было сделано именно для поэтов. Я прочувствовал все эти дела, эти страдания ваши все. А вот и вот... Я вот хотел еще одну просто завершая тему премии сказать. Да-да-да-да-да-да-да-да. Что у нас такая традиция. Вот как-то быстро промелькнуло вот это, что писатель Илья Стогов. Илья, тебе огромный тоже респект. Вот все, что я делаю, ты участвуешь в моих проектах, которые я, так сказать, делаю. И вообще, имеется в виду, поэты вот делают. И Илья Стогов уже третий год вот просто вручает нам этого главного победителя, объявляет. Вот. Ну, хорошо. Значит, что у нас еще? А, премия. Знаешь, в 2012 году, в третий раз, премия проходила при поддержке Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга. Вот. Ну, кстати, еще при поддержке Фонда театра поэтов общественного. Фонд поддержки современной поэзии, театр поэтов. Еще общественная организация «Берег». Боря, ну, я должен говорить, это люди, которые делали, которые помогали и все. Это очень важно. Да. Хорошо. Продюсером премии была Ольга Король-Бородюк в этом году. Директор премии у нас Виктор Коншиков. Все. Надо озвучивать, конечно. Да. Ну, а как? Вот человек смотрит, а есть, вот знаешь, есть фильм, да? Вот он прошел, а потом у нас обычно, конечно, когда по телевизору показывают, по титрам, знаешь, так быстро-быстро. Но это же люди, которые делали что-то. Нет, с большим уважением надо к этому относиться, безусловно. Конечно. Вот. Алексей, вот, Смирнов, Леша, вот он сделал, вместе с Лешей Алексеем Жуковым, они сделали оформление вот этого всего зала. И вообще, Леша Смирнов, вот он просто удивительно помогал тоже. Все. Теперь поехали Бориса Филиппова рассматривать со всех сторон. Да. Да меня добираешься. Ну, это событие, я считаю, мы сделали с тобой вместе. Спасибо. Потому что твоя картина, вот эта большая, она явилась, на мой взгляд, основополагающим таким вот скрепляющим фактором. И, в общем-то, все... У меня задача вообще, в принципе, собрать вас всех. Да, да. И оно как-то вот получилось. Объединялось. Собрать нужно было всех. И у меня, я думаю, удалось. Да. Ну, в твоей жизни еще так же в прошлом году, вот, кстати, у нас сейчас год Змеи, 2013, на самом деле. Очень хорошо. А в 2012 был год Дракона. И вот в год Дракона у тебя еще произошла выставка в гостином дворе, в театрально-выставочном комплексе «Гостинка Арт». Да? И, собственно, это событие длилось почти месяц. И можно, наверное, посмотреть, как это происходило, вот, допустим, в данном случае, открытие этой выставки. Можно нам второй блок, пожалуйста, включите? Вот такая была книжка красивая. Каникулы можно рассказать, конечно. Поездка в Италию, я называю каникулой. Да, вот сейчас немножко посмотрим. Вот это Евгений Макаров. Это, собственно, была презентация открытия, да, выставки? Да, презентация выставки. Вот Ольга Король. Да, да, да. Я вижу Ирину Ковшевную. Вот Ольга Король. На одной стороне висел. Это тот человек, который помог тебе сделать эту выставку. Вот «Великая дорога». Ага, а вот уже сами картины пошли. Угу. Так. Дальше что у нас? Ага. Ник Ведук. Это у нас вот вы... Ну, наверное, меня представляют. Да, да, да. Вот это мы с Марией Агаповым читаем стихи. Там тебе вот такой некий творческий перформанс. Я, че вы, Володя. Да, да, да. Почему к стенке? Ну, я же там как бы... А вот ты там с кем-то общаешься. Я там как бы перформанс делал. Мы такие драматические там. Ну, это хорошо. Вот Александр Брыков спел песню свою. Вот. Что у нас там дальше? Ну, можно. Мне понравилось. А вот кто этот человек? Это... Вот он говорил слова хорошие. Поэт и великий переводчик. Это Влад Москаленок фамилия его. Это мой старый древний друг. А это Александр Гущин. Вот он тоже ведущий телеканала. Вот и поэт. Все высказались. Мне очень понравилось. Да, да, да. Вот Валерий Понасюк, Валера. Он, кстати, фанат Зенитов. На фоне Санкт-Петербурга. Да, Зенитовский такой фанат. А это Евгений Макаров стихи прочитал. Евгений Макаров тоже мой старый друг поэт. Это тот человек, который в фильме «Фонтан» тоже читал, да? Да, да, да. И вот Александр Вишневский, наш петербургский Вишневский, тоже тебе слова говорил. Это Ирина Михайловна Ковшевная выступила с лирическим стихотворением. Это все тебе делали творческие подарки, да? Да, да, да. Вот этот зал, очень хорошее освещение и картины. Он с этой стороны, он достаточно большой, там с другой. На одной стороне или сел Рим, на другой Санкт-Петербург. А вот еще Ольга, ой, Любовь Филиппова. Это твоя жена, которая, да, вот... Скромна, скромна. Да, ну сейчас дальше там будет, поближе мы ее увидим, я надеюсь. А, это еще Ольга, вот... А это ты смотришь на Любу, на свою жену, между прочим. И благодаря Любе, вот Люба... Собрала, да, она немножко собрала. Так ты на нее как картину рассматриваешь. Ничего себе участие. Интересно. Она очень много чего делает в твоей жизни. Конечно. Белый кардинал. Да, да. Такой. Вот они, картины твои висят на стене. Это картины Санкт-Петербург, Львинный мостик и Петроградка, Блохина. Мы их сейчас увидим более подробно. Это просто пару фотографий, как они висели там немножко на стене. Бост, Гороховая улица. Это Ковинский переулок справа. И вот Рим... Крам Старо-Вертиский. Вечина, Петербург, возникший на границе культурных пространств, фантомен. Рим — это вход силового потока культурной энергии, Петербург — выход вернадский. Основная идея выставки петербургского художника Бориса Филиппова заключена в архитектурно-исторической и мифической перекличке двух великих городов — Святого Петра, Рима и Санкт-Петербурга. Вот такая. Вот рассказывай, что это, Боря. Кто это? Часовые по Риму. А это что? Это Колизей. В центре Рима очень интересное такое сооружение. Он меня породил. Это Мавзолей, Черным Ангелом тоже на мосту. Это все ты там был, да? Да, я побывал там. Как мастер пленера Бориса Филиппова, да? Да-да-да, это пленерные работы, но не совсем. Я заканчивал их уже здесь. Это вот Сокрама, старые раскопки в центре города. У них там очень интересно все делается. Как камешек найдут древние, они сразу огораживают и начинают копать. Никто ничего не нарушает. Чистота и покой. Это фонтан. Фонтан. Площадь Навона она называется. Вечерний Рим. Слушай, много ты там сколько был? 17 работ. Вот это тоже фонтан термобани разрушенные. У них там же... Меня Рим вообще поразил. Это фонтан Треви. Рим поразил. И, вы знаете, меня никогда не отпускала такая мысль, что Санкт-Петербург, Рим. Рим, Санкт-Петербург. И вот я там ходил. Первый раз я был в Риме, я ходил там. И вот у меня такие вот параллели. А мы это все сейчас Рим наблюдаем, да? Да, это Рим. Этот вот Рим. А это что? Слушайте, я даже не помню. Это художник. Храм Геркулеса. Картины свои не помню. Нет, я волнуюсь. Храм Геркулеса. Хорошо. Вот так что... Ну, вот какое-то маленькое представление о твоих работах, я думаю, наши телезрители успели. Ну, можно было так вот показать, что альтернативу Рим, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Рим. Я когда сюда приехал, после ощущения Рима, вот, и мне Санкт-Петербург еще роднее стал. Почему, непонятно. Почему, непонятно. Вот Санкт-Петербург, он такой, как вам сказать, не то что... Он душевнее, может быть. Может быть, я так... Ну, сейчас мы-то Рим показывали, а Петербург чуть позже будет сейчас показывать. А Рим, он велик. Шаг сделал до нашей эры. Шаг сделал до нашей эры. По мостовой ходишь до нашей эры, до нашей эры. Я говорю, да от этого ты можешь уставать иногда. То есть он меня так это... Два дня раздавил, а потом я его начал качать уже. Сленг качать. Воспринимать его уже через свои какие-то мысли, такие чувства. Боря, а вот можно попросить вот тебя сейчас... Вот я сейчас включу, мы такой уже последний блок имеется в виду твоих картин, но еще пока не включайте, пожалуйста. И вот когда они начнут возникать, ты вот что-то комментарием, а что-то говори из стихотворения. Свои стихотворения? Свои стихотворения? Поэтическое, да. Поэтическое, да. Ну, можно, да. С тема такое сделать. Вот как-то совмести немножко. Я успею, наверное. Да, и сейчас вот мы покажем еще тебя вот как вообще как бы некий у разноплановости тебя как художника. Вот разные совершенно картины разных времен, разных даже может быть почти техник каких-то, чуть-чуть отчасти. Но в принципе у тебя как называется твоя манера? Это мало... Искурсоведы по-разному имеют. Психологический импрессионист, постимпрессионист. Но вообще мне сказали уже так, что это школа импрессионизма. Не знаю, насколько это... Я думаю, что если говорить о моих больших творческих работах, огромных, то я буду выставку делать уже как атомы духа. Это не секрет. Это буду атомы духа. Ясно. Хорошо. А можешь, Борь, ты можешь сейчас вот прежде чем еще все-таки мы включим показ вот твоих работ, имеется в виду тебя как художника более разноплановым. Исполнить все-таки стихотворение живьем. Вот он живьем. Мы хотим тебя эмоции твои увидеть. Пожалуйста. Борис Филиппов. В театре поэт. Кто-то периодически звонит. Прямый такой. Стихи читайте, пожалуйста. Да-да-да-да-да-да. Я вспоминаю, какое такое приходит на ум мне. А тот, который внутри любит, чирует и сердится. Это уже все вот где-то начало всех начал. Постигла мысль до пирамид. Лучисто солнце, луна печаль, биение сердца, шелест лист. А вот давай титры посмотрим, я буду поднимать. Хорошо. Стихи читать. Включайте нам, пожалуйста, художника Бориса Филиппова, и он будет нам стихи свои читать. Да, может быть. Вот зимние картины пошли. Это уже Петербург. Зимние. Это летний сад. Ваза с драконами. Это наши спас на крови. Вот зима. Ну, это университетская набережная с видом на Исаакиевский собор. Сзади, значит, академия. Это канавка. Кромерская канавка. Хорошая. Это золотые зайчики с видом. Это лилии. Натюрморт у меня был такой. Интересно. Герберы. Герберы в полнолунии тоже интересная работа творческая. Вообще она называется ацтеки. Это ромашки. Интересно показано. Петропавловская крепость. Осенью. Каменный остров. Ранняя эта работа, да? Это ой-ой-ой. Она совсем давнешняя. Это Диана, богиня охоте, француженка позировала. Причем эти картины, они все разных размеров. Да, они... Это большая, это на метровые работы, да? Да-да-да. Это на полтора. Это американка позировала мне. Девочку принесли мне тоже. Она модельерша. Позировала. Наш фотограф, Болодя, Власов. Вот эти вот. Полнолуние, Петропавловская крепость. Это вот... Настроение, ощущение, да? Ощущение до души. О! Гений сомнения? Да-да-да. Это дипкий гений сомнений. Разорвавшийся павлин. Это переход. Творчество. Переход. Переход. Это были к нам. Зерна времени. Зерна времени. Это огромная работа, господа телевидения. Это все за метр пятьдесят. Покаяние. Это работа, ну, такая вот маска. Это вот те самые, работа высокой энергии, да? Да, работа, это возвращение в Эдем, одна из ключевых работ. Тоже огромная работа. Уметься в виду по размерам. Дипких первое, гений сомнения. Золотой шаг, ключевая работа, объединяющая творческие все идеи. Ой, а это кто? Вот автопортрет поисковый, значит. Вот мой. А это? Что-то я стихи не прочитал. Неважно, сейчас мы тебя попросим это сделать. А вот пролистали работу. Миг бывает бесконечно прекрасен, бесконечность бывает как миг. Прими безбрежное время в прошлое или сейчас. Обернись время завтра или в миг. Так будет со всеми. Мы зерна времени. Это вот по поводу зерна времени. Да, 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 зерна времени. А еще стихотворение. Любое. Еще стихотворение. Давай, мы тебя хотим поэта услышать теперь. Вот из меня, из меня поэта. Ну, твою поэтическую ткань, да? Все запуталось. Да, 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 да. Все запуталось. А что же... А что вспомнишь, то и говори. Подзабыто что-то. Ну, что-нибудь еще помню. Вспоминается? Да, вспоминается, наверное, что-то. Ах, Марин, Апельсин. Я даже помню. Апельсин. Так нет, ты мои стихи... Ну, примерно. Напой, напой. Что там? Как дальше? Смотри, все выпало. Ах, Марин, Апельсин, Апельсин. Нет, ну, это влюбленный Апельсин было. Интересная такая картина. А мне здесь не показали. Ну, ты знаешь, выпали стихи как-то. Вот сегодня выпали. После Нового года. Ну, бывает. Все выпало. Почему-то. Хорошо. Странно. Да. Что одна минута осталась. Дорогие телезрители, вот у нас, на самом деле... Новым годом еще раз. Сегодня в гостях вот художник Борис Филиппов, который... Отчет. Знаешь, я в прошлой передаче себя назвал старым маразматиком, а в этой передаче он за у тебя. Да, я старым маразматиком. Мог бы стихи вообще-то немножко как-то и приготовить, да? Да, извините. Ну, в этом городе все знают меня как такого человека, который всех так осуждает в этом смысле. Ну, это неплохо. Ну, вот сегодня, видишь, что-то с тастиками. Я не подготовился, да можно было. Но вы, наверное, по той передаче помните, что я так... Знаете, я бы хотел закончить словами Бориса Филиппова нашу программу художника Бориса Филиппова. Ищите его в интернете. А слова такие. Питер, по ощущению, абсолютно мой город. Никогда не знаешь, что он преподнесет завтра. Он как алмаз чуть пошевелился, и уже все выглядит по-другому. Вот это все слова Бориса Филиппова, художника. Боря, ну, какой-нибудь лозунг на прощание скажешь? Пожелаешь что-нибудь? Да, речи у меня после Нового года какой-то очень своеобразный такой. Ну, да, да, да. Хорошо. Спасибо всем. Боря, за меня что-нибудь. До свидания. Встретимся. И с Борей тоже. Ура. Всех благ. Всех благ.